Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин MobileGold.com.ua И сегодня мы поговорим о самом эксклюзивном, самом маленьком телефоне в мире. Нет, я немножко неправильно выразился. Об одном из самых маленьких телефонов в мире. Это Nokia Carlsen 168. Этот телефон не имеет аналогов практически. То есть, это телефон один из самых эксклюзивных, один из самых маленьких вообще на планете. Телефон очень прикольный. Причем этот телефон имеет все функции современного мобильного телефона. Но давайте же с ним знакомиться. Повторю еще раз. Мы сейчас будем говорить о новой модели в нашем интернет-магазине. Это Nokia Carlsen 168. Идет она вот в такой вот картоновой коробочке. И давайте же достанем сам телефон и посмотрим, что из себя он представляет. Данный телефон имеет диагональ дисплея 1,4 дюйма. Вот так выглядит наш телефон в руки. Давайте мы его сравним с обычным телефоном Nokia. То есть, вот такой вот у нас мини-телефон. Телефон очень-очень маленький. То есть, действительно, он помещается длиной. Он практически как указательный палец. Если поставить зажигалку... Давайте мы его сравним с зажигалкой. Где-то у нас была зажигалка. Размером он практически как зажигалка. Чуть-чуть-чуть больше. Это очень эксклюзивный, очень необычный телефон. В данный момент он идет только в таких вот розовых цветах. В будущем, возможно, он будет идти в цветах розовым, черным, кремовым и голубым. На сегодняшний день он идет именно вот в таком розовом цвете. Но цвет унисекс, он подойдет как мужчинам, так и женщинам. Плюс ко всему, данный телефон имеет все функции современного мобильного телефона. Во-первых, данный телефон идет полностью металлический. То есть, его корпус полностью сделан из металла. Он не боится падений. С боковой стороны данного телефона мы видим разъем, стандартный разъем под оригинальную зарядку Nokia. То есть, вот такую тоненькую. Также разъем mini-USB для подключения и синхронизации данного телефона с компьютером. А также для подключения гарнитуры, то есть, и наушников. Сзади мы видим камеру 2 Мп, то есть, которая снимает вполне достаточно для своих 2 Мп. Это я продемонстрирую. Металлическая крышка у нас. Крышка у нас очень из толстого металла. То есть, металл действительно очень толстый. Также очень громкий Yamaha'овский динамик стоит в данном телефоне. Динамик действительно поражает своим звучанием. То есть, вы сейчас все это увидите. На передней панели мы видим дисплей 1,4 дюйма диагональю. Также у нас, соответственно, есть слуховой динамик достаточно четкий. И внизу мы видим отверстие под микрофон данного телефона. Клавиатура у нас полностью русифицирована. Клавиатура достаточно крупная. То есть, давайте мы сравним его с обычным большим телефоном. Клавиатура практически такая же. Она практически не отличается по размеру, то есть, для удобства набора номера. Но размеры телефона, конечно, поражают. То есть, он очень маленький. И этот телефон идеально подойдет для тех людей, которые занимаются какими-либо видами экстремального спорта. Потому что данный телефон очень удобно положить в любой маленький кармашек. В какой-либо там подшить кармашек какой-то специально на велоодежду, на какую-либо форму. То есть, телефон один из самых эксклюзивных на сегодняшний день. Это я вам гарантирую. Это очень круто. Плюс ко всему, в центральной клавице джойстика мы видим настоящий фианит. Это цирконий. То есть, я как ювелир вам говорю, что это настоящий полноценный фианит. Давайте же мы откроем данный телефон и посмотрим, что у нас имеется сзади. Сзади у нас, как я говорил, уже камера 2 Мп. И вот такая вот интересная батарея. Батарея Carlson. Батареи данной технологии Carlson. То есть, они у нас вот есть отдельно. Они очень-очень емкие и их емкость очень превосходит другие, допустим, емкости обычных мобильных телефонов. Также мы видим два слота под сим-карты, которые одновременно находятся в сети. Вот в таком маленьком телефоне прячутся еще два полноценных слота под сим-карты. И слот под карту памяти объемом памяти до 16 ГБ, 16 ГБ включительно. Сейчас мы поставим сюда сразу сим-карту. одну сим-карту. И ставим флешку. На данный момент флешка у нас на 1 ГБ, просто тестовая. Она имеет тестовое видео. И также есть тестовые Мп3-файлы для воспроизведения. И тесты телефонов, насколько хорошо справляются они с воспроизведением видео и музыки. То есть, как известно, чем лучше телефон справляется с музыкой и видеофайлами, тем у данного телефона мощнее процессор. Давайте мы его включим. Меня, например, данный телефон восхищает. Я думаю, вас тоже. То есть, вот такие размеры телефона. Давайте еще раз сравним его с зажигалкой. Вот она у нас обычная стандартная зажигалка. Вы видите, он размером практически как зажигалка. Толщиной практически как зажигалка. И размеры его практически одинаков. То есть, это один из самых мелких телефонов в мире на сегодняшний день. Причем, который вмещает в себя две сим-карты, которые одновременно находятся в сети. И все функции современного мобильного телефона. Здесь собраны все функции. То есть, здесь есть прослушивание Мп3-файлов, встроенный Мп3-плеер. Также есть прослушивание FM-радио. Обязательно есть воспроизведение видео 3GP и Мп4 среднего битрейда. То есть, в данный телефон вы можете загрузить, вполне загрузить свои любимые фильмы, мультфильмы. Также сериалы, которые вы всегда сможете просмотреть в то время, когда нужно будет вам убить время. Скоротать время где-то в поездке, в очереди и прочее. То есть, данный телефон очень четко справляется с видеофайлами. Я сейчас это все продемонстрирую. Камера у него тоже замечательная. А также на джойстик можно поставить, задать клавиши быстрого доступа к какому-либо меню. То есть, и при нажатии на какую-либо клавишу из джойстика, вы будете входить в то меню, которое сами назначите. То есть, то меню, которым чаще всего пользуетесь. По умолчанию на верхней клавише у нас стоит Мп3-плеер. Если мы нажимаем клавишу вправо, то у нас выскакивает профиль пользователя, то есть, в которых вы можете настроить мелодию на входящий звонок, смс, ммс данного телефона. При нажатии вниз джойстика у нас выскакивает меню написания смс. И также журнал звонков на данный телефон, то есть, при нажатии на левую клавишу. Также у нас, соответственно, есть клавиша меню. Меню у нас тоже очень необычное, интересное такое. Вот так вот оно выглядит. Смотрите, телефонная книга тоже выглядит замечательно. То есть, она цветная полностью, анимированная. Дисплей, цветопередача и яркость детализации дисплея очень высокие, что тоже поражает в таком миниатюрном телефоне. То есть, огромное сочетание таких самых необходимых и современных функций. Ну, давайте мы зайдем в меню. В меню у нас есть, соответственно, сообщения, список вызовов, мультимедиа. В мультимедиа мы видим такие параметры, как просмотр изображений, камера. Давайте мы камеру включим. Вот, смотрите, камера снимает вполне достаточно приемлемо для двухмегапикселей. То есть, здесь стоит двухмегапиксельная камера. Фотографиями, конечно, сделанную на такую камеру вы навряд ли сможете поделиться где-то в социальных сетях, Facebook, будь то Одноклассники или ВКонтакте. Но запечатлеть что-то срочное вы всегда сможете на данную камеру. Также данный телефон снимает не только фото, но и видео. Поэтому, ну, то есть, очень полезная функция. Также есть видеомагнитофон, который воспроизводит, то есть, снимает видео, видеоплеер, который воспроизводит ваши видеофайлы. Мы сейчас к нему перейдем. Аудиоплеер, то есть, MP3-плеер. И устройство звукозаписи в нем есть, то есть, диктофон и радио-FM, конечно же. Также есть у нас профили у пользователя, как я говорил, в которых вы можете настроить данный телефон под себя и выставить ваши любимые мелодии с карты памяти на входящие звонки, смс и ммс данного телефона. Также у нас есть, соответственно, настройки данного телефона, органайзер. В органайзере мы выйдем календарь, будильник, задача, калькулятор и Bluetooth. То есть, все в этом телефоне есть. Управление файлами, то есть, файловый менеджер встроенный. И телефонная книга. У нас меню пошло уже по кругу. Давайте мы зайдем в управление файлами, то есть, файловый менеджер, выберем карту памяти и откроем на ней тестовое видео. То есть, тестовое видео у нас присутствует для того, чтобы мы могли протестировать наш телефон. Давайте мы воспроизведем наш музыкальный глиб, который воспроизводим на большинстве телефонов. То есть, он достаточно высокого качества, 720p. То есть, вы увидите, насколько круто справляется данный телефон с подобным видео. Благодаря своей возможности установки сюда карты памяти до 16 гигабайт, вы вполне можете на карту памяти установить огромное количество фильмов, мультфильмов, сериалов. Причем вы можете установить до двух полноценных сериалов. То есть, я не ошибся, именно сериалов. То есть, сюда месяца до двух сериалов с количеством серий где-то порядка 100-150 серий. То есть, около 300 серий стандартных сериалов на данную карту вместится, и вы всегда сможете просмотреть их в любой момент. Давайте мы воспроизведем mp3-файл. Это у нас музыкальный клип. Как видите, видео у нас идет без каких-либо тормозов. Все идет очень-очень четко. Как видите, у нас не Голливуд, никаких спецэффектов. Обычный любительский видеообзор. Я озвучиваю только то, что вижу. То есть, вы видите то же, что и я. Поэтому, никакого обмана, ничего не может быть. Это не накладка, это полноценное видео. Давайте мы выйдем из данного телефона и опять воспроизведем. Вот, play. На нолик мы нажимаем для воспроизведения видео в полноэкранном режиме. Плохо фокусируется наш телефон. Я снимаю на телефоне. Вот, отлично. Звучит музыка То есть, ну вы видите, то есть, видеофайл он воспроизводит, просто жует и выплевывает. То есть, вот такой мини-телефон, но, повторю еще раз, имеет все функции современного мобильного телефона. Ну и давайте воспроизведем какой-либо музыкальный файл. То есть, у нас MyMusic есть папочка. Давайте воспроизведем какой-либо файл музыкальный. Как видите, динамик у нас очень-очень громкий. Послушайте четкость, насыщенность музыки, то есть, и ее чистоту. Каждую прочь, и ты останешься одна, и ты видишь свет из окна за это свет. Каждый файл музыкальный файл музыкальный файл. Субтитры создавал DimaTorzok и еще одна из уникальных и крутых функций данного телефона это то, что он как и современный мобильный телефон точнее смартфон может воспроизводить музыку в фоновом режиме то есть вы включаете свою любимую композицию или весь альбом с вашими композициями в фоновом режиме играет музыка но вы можете в этот момент пользоваться любимыми функциями своего меню то есть вы всегда можете зайти в ваше меню и печатать смс, ммс, играть в какие-либо игры и при этом будет воспроизводиться музыка я сейчас продемонстрирую, как это все выглядит вот мы включили аудиотрек что, мы сейчас вышли, телефон играет ой, 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 ой Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, в принципе, и все Добавить мне больше нечего С вами был интернет-магазин MobileGold.com И я его менеджер, Церуник Тарас Спасибо большое за внимание До свидания До свидания